Большие проблемы маленьких пациентов. У этих мальчиков частое детское заболевание – паховая грыжа. Юрий Козлов, автор методики «Фелпс», приехал в Тулун, чтобы помочь. В этом городе он впервые проведет эндоскопическую операцию. Все готовы. Они предлагали там у нас сделать, но я сказала, что нет. Поедем в Иркутск, куда надо будет. Сейчас ждете на вашей штуке. Ну, надеемся, что так не будем плакать. Еще раз повторюсь, доктор хороший. Операция пройдет быстро и четко. Всего 15 минут. А значит, дозировка наркоза меньше. В связи с этим ребенок быстрее просыпается, быстрее его пройдет. То есть это значительно улучшает течение раннего и послеоперационного периода. Дальше в брюшную полость маленького пациента закачивают немного углекислого газа, тем самым увеличивая объем внутри организма. Это облегчит работу с инструментами. Три небольших разреза. Все смотрят на монитор. Сейчас врачи сделали уже прокол брюшной полости и ввели микрокамеры и микроинструменты. На самом деле на экране они под огромным увеличением, но их размер 3-5 миллиметров. Оборудование универсально. Это значит, что делать операции можно как детям, так и взрослым. Нужно только поменять медицинские приборы на более крупный размер. Любые лапароскопические операции, которые может выполнить хирург технически. Это могут быть операции на кишечнике, на желудке, гинекологические операции, урологические операции, на пищевое. То есть это действительно любые лапароскопические операции. В операционной тишина. Местные хирурги перенимают опыт. Говорят, раньше такая операция длилась около одного часа. Да и проколов было больше. Четыре. Разница огромная. Это еще один плюс таких операций. Обучение врачей в муниципалитетах. На периоде обучения 10-15 минут. Поэтому это вот такая изящная, красивая операция. Ювелирная? Ювелирная, да. Что можете сказать по поводу передачи опыта? Это очень важно для практического хирурга, который, допустим, работает не в центральных клиниках, а вот в таких больницах, как наши. Было очень полезно для всего коллектива. Мы подчеркнули очень много. Основной плюс метода Юрия Козлова – это меньшая вероятность рецидива. При старой технике заболевание может вернуться почти у 17% пациентов. Тулуна – это знаковое место. Мы должны были здесь появиться, потому что с нашим приходом, образно говоря, появилась в Тулуне еще новая жизнь, связанная с инновационными техниками лечения заболеваний у детей. Я думаю, что в этой акции «Летим лечить» будет иметь хорошее продолжение. Мы будем дальше пропагандировать свои технологии для того, чтобы помогать детям, которые живут в различных отдаленных уголках Иркутской области. Проект «Летим лечить» поддерживают власти региона. По поручению губернатора, Минздрав и другие ведомства помогают его реализовывать. Доктор Юра летает не только по Иркутской области, но и по всей стране. Совсем скоро он поедет в Петропавловск-Камчатский. Дарья Пастушенко, Юрий Рябчиков. Новости. Сейчас.